здравствуйте дорогие друзья меня зовут марина добро пожаловать ко мне на канал друзья мои опять у меня в кадре знакомые уже вам изделия они у меня фигурировали уже видео про двойные прибавки и сегодня я опять обратилась к ним потому что хочу объяснить как создать вот такое рельефное полотно то есть как вяжется этот узор потому что несмотря на всю его простоту мне поступают вопросы и люди все время интересуются как же это вяжется что вот это вот за такая изнаночная которая не постоянная в общем он невероятно прост я решила все-таки показать это все в отдельном видео для того чтобы уже не было каких-то недопониманий и так друзья это совершенно простой узор который дает вот такое рельефное полотно и для меня это полотно является с неким стройнящим эффектом можете оспаривать этот факт но попробуйте возможно вам понравится и вяжется он на основе резинки которая может называться резинка с разрывами стеганая резинка в общем вариантов масса но суть какова у нас есть определенный раппорт этого узора он может быть три либо четыре петли вот здесь у меня раппорт три петли здесь у меня раппорт четыре петли что это значит здесь у нас просто варьируется ширина лицевой дорожки то есть она может состоять из двух петель либо из трех петель мне нравится этот этот вариант из трех петель мне кажется все выглядит аккуратнее и интереснее поэтому попробуйте сами какое количество лицевых петель вам подойдет на мой взгляд больше трех петель брать все таки не стоит потому что здесь теряется уже хрупкий баланс и все уже переходит в более такую увеличивающуюся сторону и так буду показывать вам пример где раппорт у нас 4 петли здесь у меня поворотное вязание здесь и вязала все круговым способом но сейчас я вам расскажу как вязать и так и так и так первую петлю мы снимаем раппорт 4 петли и следовательно 3 лицевые мы провязываем а четвертую петлю по лицевой стороне провязываем изнаночной вот собственно мы провязали весь раппорт дальше мы продолжаем вязать этот узор 3 лицевые 4 у нас провязывается изнаночной все я довязала до конца ряда разворачиваюсь и по изнаночному ряду мы все петли провязываем изнаночными то есть и там где были изнаночные петли мы провязываем изнаночные и там где были лицевые мы тоже провязываем изнаночными это поворотное вязание и здесь очень легко запомнить что изнаночный ряд мы вяжем весь изнаночными петлями если бы это у нас было круговое вязание так я довязала разворачиваюсь то в круговом вязании мы следующий ряд провязали бы весь лицевыми петлями вот и все представьте себе раппорт из 4 петель и двух рядов совершенно не трудно запомнить и следующий ряд лицевой мы опять повторяем 3 лицевые 4 изнаночная и вот у нас и получается что резинка у нас вот с таким разрывом то есть у нас здесь еще вплетается лицевая петля и получается вот такой интересный эффект не сплошная изнаночная а вот такая чередующаяся из-за этого создается вот такой красивый рельефный узор и при этом несмотря на то что это полотно основано на резинке это полотно не стягивается как резинка и соответственно вот такие большие полотна не будут стягиваться и вести себя как резинка при этом посмотрите как красиво такой узор выглядит на пряже шелковой вот посмотрите мы даже не замечаем что это тот же самый узор мы просто видим очень красивое полотно струящиеся переливающиеся друзья мои мне кажется что это все очень легко освоить и никаких проблем у вас возникнуть не должно я для себя выбираю чередование двух трех лицевых с одной вот такой стеганой изнаночной петлей вы для себя можете выбрать и большее количество лицевых петель попробуйте как видите все это несложно вяжется и так запомнили лицевой ряд вяжем 3 лицевые 1 изнаночная изнаночный ряд весь провязываем изнаночными если круговое вязание то первый ряд провязываем точно так же 3 лицевые изнаночные а второй ряд вяжем все петли лицевыми я надеюсь что вам понравится такое полотно вы найдете место где применить это в своем изделии и останетесь довольны друзья мои на этом все всего доброго и и до свидания и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»